Раз уж вчера гуляли по сети, то сегодня ознакомимся с устройствами, которые по ней нам ходить помогают. До чего только люди не доходят в безумии своем. Есть такая занятная вещица, iPad называется, но вы, конечно же, о ней все знаете. Хотя, пожалуй, не все. Скоро в продаже появится золотой планшет стоимостью в 5500 долларов. Но это на Западе он столько будет стоить, а у нас на все 7 потянет. Новинку представила маниакально настроенная компания Gold & Co. iPad третьего поколения будет содержаться в корпусе из 24-каратного золота и к безделушке будет прилагаться роскошный деревянный кейс с беспроводным интернетом. Золотая версия планшета будет доступна лишь в нескольких ювелирных магазинах по всему миру. Конечно, это будут Лондон, Гонконг и Дубай. В тираж планируется пустить 250 штук, не больше. Есть, правда, одно приятное «но». Деньги от продажи гаджета будут передаваться на благотворительные цели. А сколько вы готовы выложить за смартфон Apple? Мы расскажем, какова его реальная цена и объясним, почему. Немногие потребители задумываются о реальной стоимости электроники. Нет, объяснить, из чего складывается та или иная цифра на ценнике, большого труда не представляет. Но вот можно ли повесить ценник на тот ущерб, который причинен окружающей среде, только для того, чтобы мы получили удобные мобильные приложения? В наших силах снизить реальную стоимость электроники, которую мы покупаем. Как? Ну, например, пропустить одно-два поколения того самого iPhone. Появление новых моделей с самыми минимальными добавлениями толкает людей на бездумные траты. Итак, из чего же складывается настоящая стоимость iPhone? А. Разработка новой модели. В 2007 году было продано 1 миллион 389 тысяч iPhone. В прошлом году эта цифра выросла до 72 миллионов, то есть в 50 раз. Это был самый прибыльный год в истории Apple. На этом они заработали 108 миллиардов долларов. Однако до того, как деньги потекут рекой, iPhone'у предстоит пройти долгий путь, который начинается в шахте. И тут мы переходим к пункту B. Добыча сырья. Им выступают сразу два жаропрочных минерала – колумбит и танталит. Оба способны удерживать высокий электрический заряд. 80% мировых запасов этих пород находится в Конго. Борьба за контроль над их добычей стала одной из причин Второй Конголесской войны. Армия Руанды обогащается на руде, просто воруя ее. А сумма, на которую нагрелась вооруженная группировка за полтора года кровопролитных войн, составила 250 миллионов долларов. В. Оборот. А он действительно немалый. И, как мы знаем, центр его находится в Китае и Вьетнаме. Состояние 43% китайских рек оценено крайне негативно. Каждый год от загрязнения воздуха умирает 750 тысяч китайских граждан. И это лишь часть опасных цифр. Пункт Г. Производство. Foxconn. Один из самых печально знаменитых производителей компьютерной техники. Только на одном заводе в Фэнджане, опять же Китай, каждую минуту с конвейера выходит 90 айфонов. Общая стоимость этой партии равна 18 тысячам долларов. Это в 11 раз больше, чем рабочий Foxconn зарабатывает в год. В связи с таким положением дел 18 рабочих с завода пытались покончить жизнь самоубийством. Пункт Д. Потребление. Каждый месяц продается около миллиарда приложений для айфона. Средняя стоимость одного приложения 1 доллар 37 центов. В год выходит 16 миллиардов долларов. После того, как айфон стал популярен, у многих людей развилось заболевание под названием номофобия. Боязнь остаться без мобильной связи. Е. Утилизация. Только за последний год 37 миллионов человек заменили свой айфон на последнюю модель. А куда же отправились старые? В китайскую деревню Гую. Где старую электронику перерабатывают и делают новую. Вот три малых факта у населения в Гую. Опасность выкидыша у беременных женщин повышается в 6 раз. У 7 из 10 детей повышенное содержание свинца в крови. В Гую самый высокий на планете уровень загрязнения диоксинами, вызывающими рак. Чтобы вас не утомлять, последняя цифра на сегодня. Только за два дня продаж айфона четвертого поколения с прилавков ушел 1 миллион 700 тысяч этих устройств. А новая модель поступила в продажу всего через год. Может, есть смысл остановиться? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин